Всех приветствую! Друзья, сегодня у нас на повестке дня авиамодель родом из СССР. Причем, что характерно, это пенолет. Как вы уже догадались, моделька лежит в коробочке. Она не тронутая. Все сохранилось ровно так, как и должно быть в СССР. И сегодня мы ее соберем и запустим. Итак, из чего состоит кит-набор? Во-первых, это наклейки, на которых написано юниор. Наклейки также служат лонжеронами и усиливающими элементами фюзеляжа и крыла. Также здесь находится моя любимая инструкция родом из СССР. Обратите внимание, как красиво и как хорошо здесь все расписано. Под наклейками и инструкцией этого раритета находится все остальное, а именно пенопластовые элементы. Вы даже себе не представляете, насколько они легкие. Это фюзеляж. Он склеен тем самым отечественным скотчем, которого сейчас уже нет и в помине, но раньше он был. Также здесь есть хвостик, который вставляется вот сюда. Стабилизатор, который вот сюда вставляется. И крылышко, которое крепится на резинках. Вот так все это дело выглядит. Самолет небольшой, но очень легкий и с мотором. Также здесь есть шаски. Не знаю, для чего они нужны. Неужто самолет сам должен взлетать? Что-то в этом я не совсем уверен. Шаски такого вот форм-фактора. Уже насаженные настойки. Это штырьки, с помощью которых крепить крыло. Здесь комплекты зипов. Разные детали для двигателя. Вот они, колечки. Это для зарядки. То есть, как видите, у меня сохранилось это все в зипе, но шатун, к сожалению, сломался. Это раз коробочка. Также здесь имеется у нас моторама, обтекатель. Есть все сделано с душой и что-то в этой коробочке. Неизвестно что. Здесь клей был, чтобы все это дело склеить. Ну что, друзья, собираем самолет и пробуем полетать на нем. Классная вещь, конечно, интересная. Давно я хотел попробовать запустить этот самолет. Но надо же, надо же для вас все заснять. Поэтому я его не трогал, он лежал, ждал своего часа. Ждал покупки двигателя и всего остального. Разворачиваем инструкцию и смотрим. Первое, что нам нужно, это затариться, запастись инструментами. Потом зачистить поверхности. Но я их зачищать не буду, потому что буду клеить на эпоксидку и все прилипнет гарантированно. Не удержался от соблазна усилить конструкцию. Поэтому вклею пару полосок из углиткани. Уже пропитал эпоксидной смолой, осталось лишь на клее. Все, друзья, промазал. Усилил еще дополнительно место под шасси, тоже угольком. И можно соединять две половинки. Вставляем киль и соединяем. Аккуратно, аккуратно. Модель раритетная. Скрепил, теперь ждем высыхания. Основная часть работы здесь, как я посмотрю, это вырезание наклеек. Сначала разрезал вдоль. Вон, как лапша получилась. Друзья, вы даже себе не представляете, как приятно собирать эту модель сейчас. Все здесь напоминает то время, когда я занимался в детстве сборкой различных моделей. И вот эта основа зеркальная, клеящаяся. Сейчас такого нет, к сожалению, ничего. Не будем обсуждать лучше или хуже сейчас. Но такого нет, как ни крути. Обратите внимание на масштаб проделанной работы. Сколько здесь наклеек. Все это теперь предстоит наклеить на самолет. Сначала основное. Я надеюсь, что наклейки эти еще в рабочем состоянии находятся. В общем, полная жопа, ребята. Отделяется с большим трудом. Отлипает клей местами. То есть получается на пленке его нет. Местами бумага отрывается. И соответственно тоже пленка не клеящаяся. Разорвалась вот здесь, потому что очень тяжко. И также очень трудно начать. Начинает лезть с бумагой. А потом этот слой счистить невозможно. В общем, кое-как я наклеил просто титаническими усилиями. Но это, конечно, очень жестко было, ребята. Здесь усиление под резинку. И вот так вот выглядит крылышко. Вклеил стабилизатор. Ну и осталось установить двигатель. Здесь моторама. Все довольно-таки быстро. Двигатель очень легко прикручивается к моторам. Ну а бачок располагается внутри самолета. Теперь нужно защелкнуть капот. Винтик оказался сбалансированным. Так что можно ставить. Было бы неплохо проверить центровку. В инструкции написано, где она должна быть. И я добавил вот здесь грузов. Смотрим. Сделал меточки маркером. Отмерил линейкой. В принципе нормально. Можно пробовать делать первый запуск без двигателя. Смотрим теперь, сколько все это весит. Получилось 90 грамм. Сейчас пойду попробую кинуть его в траву. Посмотрю, как работает центровка. Полетели. Не, маловато по-моему. Вот так уже более-менее. Осталось сделать пробный запуск. Посмотреть, какую выдаёт тягу. И можно ехать в поля, друзья. Все, двигатель стартует. 20 грамм тяги. Ребята, самолет уже на поле. Это на самом деле аэродром. Очень даже неплохая погода. Светит солнышко, то есть тепло. Для этого двигателя немаловажно, чтобы было тепло. Ну и во-вторых, очень слабенький ветер. Иногда он совсем пропадает. Сейчас я вам продемонстрирую. Есть у меня такой прибор. Смотрим. Сейчас конкретно 1,1 метр в секунду. Думаю, лучших погодных условий будет трудно найти. Поэтому будем сегодня пробовать. Прячем прибор в чехол. И заправляем аппарат. Думаю, немаловажно будет подсмазать. Как раз есть удобная бутылочка у меня. Смазка для велосипедов. Здесь есть маленькое отверстие. Нужно промазывать периодически. Иначе двигатель плохо работает. Сейчас мы его сюда чуть-чуть пшикнем. Все прокручивается. Все нормально. Можно пробовать, ребята. Условия немного спартанские. Ничего не поделать. Как есть. Проткнулась. Отлично. Плохо проткнулась. Пропускает. Надо заряжать быстрее, пока все не закончилось. Надеюсь, зарядилась и надеюсь, что-то было там. Первый полет. Пробуем. Пошел самолет. Быстро закончился. Заряд капец. Вот эти баллоны полное фуфло, если честно. Полнейшее. Ладно, еще раз. Но пошел он хорошо. Ровно вверх. Класс. Ладно, пробуем, ребята. Ладно, берем другой баллон. Еще есть у меня три баллона. Ты видел, нет? Все, ребята, вот он самолет целый. Все нормально. Но такая вещь, за которой нужно бегать. Сейчас мы его еще раз пускнем. Сейчас он должен дольше полететь. Потому что баллон охладился. И больше войдет углекислоты. Вот. Видишь как? Сейчас заглохнет. Ух ты, блин. Ой-ой-ой, как хорошо. Это что было? Очень пеночный самолет. Правда, что-то с заправкой у него не очень. Я надеюсь, вы видели, как планер пролетел между самолетом и камерой. Это было тоже очень даже пеночно. Масса приятных ощущений, приятных воспоминаний. С детства он у меня лежал очень долго. Я думаю, больше 20 лет он лежал. Он сначала на чердаке лежал. Потом я запорол этот маленький двигатель. Потом купил новый двигатель. Вырос, так сказать. И построил самолет. И запустил такие дела. Пошел. Высоко летит. Да далеко летит. Можно прямо бежать за ним. Баллон попался удачный очень. Опять наверх-наверх. И планирует. Хорошо устроился. Я бегаю. Он кайфует. Остался один баллон. Надеюсь, он будет хороший. Бачок охладился. Я готов. Побежали. Надоело мне бегать. Пусть летит. На машины как раз летит. Виталик побежал ловить. Чуть не посносил машины. Он легкий, маленький. Максимум покрас двери. Дикий набор высоты. А он сейчас... Он туда не полетит уже. Все. Вообще медленно-медленно. На ветер. На ветер, ребята. Завис вообще. Фантастика просто. Я в шоке. Вот эта игрушечка. Ничего не ломается. Все легкое. Все маленькое. Кому интересно было, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание. Всем пока.